Привет! Я Ира, или гид в шляпе, и сегодня мы в самом, пожалуй, знаменитом парковом ансамбле в Петербурге. Летний сад. Летний сад был основан всего лишь спустя год, после основания города, то есть в 1704 году. Как известно, наш город находится весь на островах, и Летний сад не исключение. Он тоже находится на отдельном острове с точно таким же названием. Остров Летний сад. Омывается он с одной стороны мойкой, сзади меня фонтанка, там лебяжья канавка, и справа Нева. Главное, что его относят к типу так называемых регулярных садов. В то время, когда Летний сад основали и впервые устраивали, именно этот тип парков был в моде. В качестве офф-топа могу сказать, что есть два типа парковых ансамблей. Тип регулярных садов или парков, или французский тип, и пейзажный, или английский тип. Разница достаточно значительная. Если регулярный парк, то это всегда основная аллея, от которой отходят другие. И все там очень симметрично, все правильно, все выверено, все лабиринты четкие. На пересечении дорожек обычно устраивают фонтаны, или клумбы, баскеты. Все кустики подстрижены, геометрические формы. В общем, все такое стройненькое. Пейзажный же тип, он отличается значительно, поскольку должен напоминать естественную природу, как бы настоящий лес. Там, наоборот, все несимметрично, все неровно, все дорожки извилистые, водоемы неправильной формы. В общем, все как в природе. Вообще, увидеть разницу можно достаточно легко. Если вы были или будете в Екатерининском парке, что в Царском селе, именно там парк делится на условно две части. Ближе ко дворцу регулярная часть, которую так любила Елизавета Петровна, и чуть дальше пейзажная часть. Это уже была страсть Екатерины II. Но вернемся в летний сад. Здесь у нас со стороны Михайловского замка южный вход в летний сад. Имеется ограда с лицами медузы Гаргоны. Была она здесь устроена по проекту Шерлемания. Встретимся у Шерлемания. Так обычно говорят в Петербурге и подразумевается место именно возле южного входа в летний сад, то есть возле Михайловского замка. Этот пруд называется Карпиев. И рядышком находится ваза. Ваза или урноплакательница. Была она поставлена здесь в царствование императора Николая I и подарена ему королем Швеции Карлом Фридрихом Иоанном. А состоит она из пяти сборных частей. Была сделана, соответственно, в Швеции из розового порфира. Привезли сюда и собрали на этом месте как конструктор. От южного входа отходит у нас центральная аллея сада. По изначальной задумке сад представлял собой царскую резиденцию. И устроен он был на территории острова, который тогда назывался Усадица. Петр I был не дурак и выбрал для своего парка уже обжитую территорию. Здесь находилась мыза шведского майора Эриха Канау. Здесь находился дом этого чиновника. Вокруг был парк разбит и хозяйственные постройки. Первоначально летний сад, конечно же, выглядел иначе, нежели он выглядит сегодня. Он был побольше по территории. И его конструкция внутри, скажем так, была несколько иной. Сад, по большому счету, у нас ровесник Петербурга. Поскольку практически одновременно стали строить, с одной стороны, Невы, Петропавловскую крепость, а здесь, соответственно, летний сад. Петр I, как известно, любил лезть лично во все вопросы. Поэтому и за устройством летнего сада он также следил лично. Он сам заказывал разнообразные деревья, розовые кусты, барбарисы, кедры, грабы, липы, яблони. Отовсюду ему их привозили. Он же сам здесь их и сажал. И рассказывал подданным, где тут устроить дорожки, где клумбы, где должны быть фонтаны. На самом деле, система дорожек раньше была здесь гораздо более сложной, чем сейчас. На пересечении дорожек устраивали, как правило, либо фонтан, либо клумбу. Очень много было здесь лабиринтов, а также гротов, которые украшали морской символикой. Летним сад назывался не в честь лета. Раньше здесь высаживали однолетние растения и цветы, которые в то время называли летниками. Именно поэтому сад и получил название летний. В отдельных частях сада устанавливали скамейки, а также во время празднеств столы с императорскими угощениями. В дни празднеств на Петропавловской крепости вывешивали флаги и полили пушки. Это означало, именно пушечные выстрелы означали, что нужно собираться в летнем саду, ну, для тех, кто, естественно, был приглашен. Во времена Петра Первого, ну и позже, здесь также имелось потешное поле, на котором, как правило, устраивали завершение праздника. Завершалось все фейерверками или, как в то время, называли огненными потехами. Во время правления Екатерины Второй традиции немного поменялись и очень часто в летнем саду звучала музыка, причем музыкантами служили придворные егеря. Известен летний сад, конечно же, тем, что здесь было устроено очень много фонтанов. Летний сад, естественно, известен своими фонтанами. Изначально фонтанов здесь было очень много, и большинство из них было оформлено по сюжетам басен Зопа. Причем было рядышком с каждым письменное объяснение, что конкретно означает эта басня. Фонтаны летнего сада питали воды фонтанки. Река в то время называлась Безымянный Ерек, а фонтанкой, собственно, она стала именно потому, что способствовала водоснабжению фонтанов. Но, если быть точнее, это была очень сложная градостроительная система. Через фонтанку были переброшены трубы к фонтанам летнего сада, а вода поступала из Лиговского канала. Сейчас этот канал засыпан, на его месте проходит Лиговский проспект, но когда-то специально его прорыли из реки Лиги. Далее вода поступала в специальные резервуары или бассейны, которые находились на территории современной улицы Некрасова. Когда-то эта улица называлась Бассейная, понятно почему. И вот рассеянный с улицы Бассейной, вот он идет как раз-таки по этой улице. Но в правлении Екатерины II случилось одно из самых сильных наводнений за всю историю города. Это был 1777 год. И практически все фонтаны смыло или сильно повредило. В общем, не осталось их здесь, а то, что осталось, убрали, ликвидировали. И приняли решение, что восстанавливать фонтанную систему очень дорого. Поэтому их в то время не восстановили. Сейчас у нас в Летнем саду имеется несколько фонтанов. Они были восстановлены уже в наше новейшее время. Зато как раз-таки в правлении Екатерины II прорыли карпиев пруд, возле которого мы начинали съемку специально для разведения рыбы. И был устроен еще один пруд лебяжий. Логично, по названию, что для лебедей. Вообще сад делился условно на две части. На южную, что за моей спиной, там находились огороды, теплицы. Ну, то есть была устроена такая более хозяйственная часть. А в северной части, ближе к Неве, была, соответственно, парадная часть. Территория для праздников, прогулок, гуляний. Ну, как я уже сказала, Петр I сам участвовал в том, чтобы распланировать сад. Он сам указывал, где что устроить. При этом он очень долго искал, кто же будет заниматься, помимо него самого, этим вопросом. Он искал садовника для своего сада, долго не мог его найти, но в итоге пригласил из Ганновера Гаспара Фохта. И именно он распланировал и устроил именно тот самый Петровский летний сад, а также сад аптекарский. В Петровское время были куплены в Италии 250 мраморных статуй для украшения сада. И самая ценная для Петра I была статуя Венеры. Венеру нашли в Риме в начале XVIII века, и ее приобрел один из доверенных лиц Петра I. Но в то время существовал указ папы римского Климента XI о том, что культурные ценности из страны вывозить запрещено. То бишь, Венеру не вывозить, а конфисковать приказано было. Наши придумали хитрый план. Они предложили папе римскому обменять статую Венеру на мощи святой Бригитты. Мощи этой католической святой находились в то время в России, потому что достались как трофей при завоевании Ревеля. Ну и папе римскому было как бы не камильфо отказываться от такого предложения мощи католической святой. И обмен состоялся, Венера оказалась у нас. Венера Таврическая сейчас находится в Эрмитаже. Но Таврическая она стала уже позже в царствование императора Александра I, потому что в то время она хранилась в Таврическом дворце. А несколько позже было принято решение статую отреставрировать. Скульптору Демут Малиновскому поручили это мероприятие, и он ей приделал руки. Но в то время так вот понимали реставрацию. Но, к счастью, эти руки со временем удалили. А вообще в Летнем саду сейчас около 80 статуй, очень много бюстов и известных исторических личностей. Все статуи условно можно поделить на три категории – исторические, аллегорические и мифологические. В 1856 году здесь, в Летнем саду, установили памятник из бронзы баснописцу Крылову. Вот он такой задумчивый, с пером и тетрадью сидит. А поэт Батюшков, который жил и творил во времена Александра Сергеевича Пушкина, писал так. Мечтает там Крылов под тенью березы о басенных зверях. Не знаю, может быть, здесь раньше и росла береза, а сейчас, правда, ее тут нет. Например, дуб, например, есть. Под Крыловым вот эти все звери – это, соответственно, герои его басен. А автор этого памятника – скульптор Балрон фон Клот. Ну, тот самый, который наштамповал много коней. Самые знаменитые кони у нас на Ничковом мосту находятся. А чтобы собрать средства на установку этого памятника, собирала вся Россия. То есть, ну, скинулись всем миром. Ну, кто тут только не гулял в летнем саду, у кого здесь только не было. Самый известный наш персонаж – Александр Сергеевич Пушкин. Он одно время просто жил здесь рядышком, в доме Оливье. И упоминает летний сад своем Евгении Онегине, например. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил и в летний сад гулять водил. А одно время супруга поэта Наталья Николаевна уехала в свое родовое имение – полотняный завод. И он не туда писал письма. Но, естественно, все мы знаем эти строки. Летний сад – мой огород. Я, вставший ото сна, иду сюда в халате и туфлях. После обеда сплю здесь, читаю и пишу. В днем я дома. Ну, надо сказать, что мой огород изначально сад называл так вовсе не Александр Сергеевич, а именно Петр Первый. Называл сад моим огородом. Федор Михайлович Достоевский упоминает летний сад также в своем романе «Идиот». И вот что по этому поводу можно добавить. В летнем саду ежегодно на духов день устраивалось гуляние – смотр купеческих невест. Расфранченные женихи из купечества стояли шпалерами по бокам главной аллеи сада и смотрели на целый поток двигавшихся по ней купеческих невест. Имелись в шеренгах и женихи чиновники. Свахи, коих тогда в Петербурге насчитывалось множество, шныряли от женихов к невестам и обратно. И сообщали при данном невест и положении женихов. Если пойти с этой стороны по фонтанке, мы найдем чайный домик и кофейный вот за моей спиной. Построили их уже в XIX веке. И сначала это были деревянные строения в стиле позднего классицизма. На месте кофейного домика когда-то находился Петровский грот, который как раз таки наводнением был и уничтожен. Внутри грот был украшен, естественно, морской символикой. Имелся фонтан, там внутри в виде Нептуна позолоченная была фигура. А также орган, который приводился в действие струями воды. А снаружи грот был украшен колоннами и статуями. В 1925 году здесь устроили реконструкцию кофейного домика. И вот в то время здесь под низом нашли остатки неких сооружений. Ну, пришли к выводу, что, возможно, это какие-то подземные тоннели. Но, хотя до конца неизвестно, что все-таки это были за конструкции, для чего они были нужны. Поэтому, естественно, возникли городские легенды о том, что якобы подземные тоннели были обширные. И вели они когда-то то ли из Михайловского замка, то ли из Петропавловской крепости. В общем, история умалчивает, но народ любит сочинить. Это у нас северная часть летнего сада. И самое знаковое строение здесь, пожалуй, летний дворец Петра I. Это одно из немногих сохранившихся каменных строений в нашем городе, которые дошли до наших дней. Построили его в 1714 году. За первые два года его соорудили до состояния в Черне. И еще какое-то время длились отделочные работы. Причем, естественно, Петр I сам указывал, как штукатурить стены, где устроить спальни, как украсить эти помещения, где должен быть грот, где кладовые и так далее. Здесь когда-то имелся подъезд с воды. И вот этот вот гаванец, это как раз-таки восстановленная часть, чтобы примерно показать, как раньше подъезжали к этому дворцу. Летний дворец, следовательно, Петр здесь жил в летнее время. На каждом этаже имелось по 10 комнат. На первом этаже жил сам царь. На втором этаже жила Екатерина с детьми. Доминик Атрезини, один из первых архитекторов, которые творили в нашем городе, построил его в таком традиционном голландском стиле. И дворец на самом деле особо и не выглядит, как дворец, достаточно прост. Украшают его лишь только барельефы. Над первым этажом мы видим здесь изображены сцены с греческой мифологией. В углах на крыше имеется 4 дракона, а на самом верху флюгер в виде коня. В этом году в Петербурге лето крайне аномальное. необычно плюс 8, а сейчас почти плюс 38. В общем, освежаемся как можем. В 1722 году здесь, в Летнем саду, установили скульптуру «Мир и изобилие». Одна из самых знаменитых. Вот она. Ее специально заказал Петр Первый. И, естественно, она была аллегорической. Ну и была, и есть. Все тогда понимали смысл. Она символизирует победу России над Швецией в Северной войне. А вообще Петра Первого очень критиковали за то, что он в Летнем саду выставил многих греческих богов. Венеру Таврическую называли вавилонской блудницей. Вообще стыдились смотреть на голые скульптуры, потому что народ того времени к этому был непривычен. А Петр Первый заставлял смотреть. Он приучал своих подданных к искусству по-европейски. Если пойти хоть по центральной аллее, хоть по боковым, мы сейчас здесь тоже ходим лабиринтами, мы дойдем до северной ограды и, соответственно, до северного входа в Летний сад возле Невы. Тут у нас имеется знаменитая решетка. Была она поставлена здесь в 1770-х годах по проекту Фельдтена и Егорова. И тут даже многие исследователи сегодня спорят о том, кто больше был причастен к проекту этой решетки, Фельдтен или Егоров. Но большинство сходится на том, что все-таки Фельдтен. Он, между прочим, был сыном повара Петра Первого. К вопросу о том, что Петр ценил в людях не происхождение, а талант. Здесь очень много украшений из позолоченной бронзы. А вообще, одновременно с устройством этой ограды, это было в правлении как раз Екатерины Второй, впервые берега Невы одевали в гранит, то есть устраивали гранитные набережные в это время. Я крозом хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит изоград, где статуи помнят меня молодой, а я их над Невскую помню водой. Это Ахматова. Здесь когда-то, а точнее в 1867 году, была устроена мраморная часовня. Внутри находился образ святого Александра Невского. И была она здесь построена в знак чудесного спасения Александра Второго от террориста. Дело в том, что 4 апреля 1866 года Александр Второй гулял здесь в Летнем саду. И уже он выходил вот отсюда, чтобы садиться в свой экипаж, как прогремел выстрел. Крестьянин Комиссаров успел отвести руку стрелявшего в царя Дмитрия Каракозова. Это было первое покушение на императора. Как известно, покушений было всего 7. Последнее увенчалось успехом. И сейчас на месте смертельного ранения Александра Второго у нас находится прекрасный храм Спас на Крови. Но, кстати говоря, за спасение императора этот крестьянин Комиссаров получил дворянский титул и значительное денежное вознаграждение. А сама часовня просуществовала довольно долго, но ее снесли в 1930 году. Напоследок хочу познакомить вас с моей любимой статуей, с чьим бюстом, в летнем саду. Подруга моя Сивилла Эритрейская. Посмотрите на это вдохновленное, позитивное лицо. Буквально уповину парочку традиций, которые здесь возникли еще во времена Петра Первого. Когда летний сад был уже устроен, он, естественно, стал официальным местом для самых тех известных тусовок Петра Первого, то есть для ассамблей. Именно здесь возникли выражения «штрафная рюмка водки и пей до дна». Но на самом деле штрафные рюмки, вот этот ритуал таким образом наказывать опоздавших на пир, был известен еще со времен Древней Греции. Петр Первый доработал под себя эту традицию. Очень часто царь использовал для этого кубок Большого Орла. Кубок, который был украшен двуглавым орлом и изображением императора. А вообще штрафные делались таким образом, чтобы у них не было устойчивого дна. То есть опоздавшему преподносили этот кубок, весьма вместительный, под крики «пей до дна!» его нужно было выпить и только тогда перевернуть, поставив таким образом на стол. Но нередки были случаи, что после этого люди просто падали. В летний сад нужно было приходить в хорошем настроении, без бороды, то есть был взроскод, запрещалось, и не допускались те, кто носил серые одежды. Ну праздник же, как в сером-то придешь? Здесь полагалось танцевать, играть в шахматы и шашки, сплетничать, вести легкие светские беседы, развлекать друг друга таким образом. И, конечно же, курить табак и пить вино. Вот такой нездоровый образ жизни. Ну, на этом сегодняшняя экспресс-прогулка в летний сад завершена. Большое спасибо за внимание. Будет еще много интересных историй. Если хотите прийти на экскурсию, пишите через форму обратной связи на сайте, а также мои контакты все указаны в описании к этому видео. С вами была Ира, гид в шляпе. Всем пока!